И вновь к нашим баранам, а точнее приборам учета и управляющим компаниям, которые продолжают под разнообразными предлогами пытаться брать с нас деньги за опломбирование счетчиков горячей и холодной воды. Как вести себя в случае получения противоправного предложения, чтобы к вырезке вам не подложили еще и костей? Каждый день были звонки. И сказали, если вот сейчас не поставите, то мы вам обрежем горячую воду. Неделю назад мы рассказали о том, как некая компания, специализирующаяся на установке приборов учета, раздобыв персональные данные Валентины Попугаевой, вынудила ее поставить новые счетчики. 6 числа пришел молодой человек, сказал 1950, платите, поставил счетчик. Прецедент помог пенсионерке вернуть деньги. При этом мы выяснили, что погреть руки на доверчивости Валентины Михайловны намеревалась и ее родное ЖЭУ. Диспетчер мне сказала в ЖКО, уплатите 300 рублей, придите в диспетчерскую, и тогда только к вам придут и поставят пломбу. У нас есть платная услуга, называется выход и осмотр инженерного оборудования. Акт обследования стоит 295 рублей. То есть это является услугой платной. Сама же опломбировка, индивидуальный прибор учета у нас происходит бесплатно. С января 2013 года мы с увы завидной регулярностью рассказываем об управляющих компаниях, которые берут деньги за бесплатное, заметим, по закону бесплатное, опломбирование счетчиков. Услышав от Валентины Попугаевой об очередном 300-рублевом оброке, мы грешным делом подумали, что ЖЭУ-6, обслуживающий дом нашей героини, последний из магикан, вернее, из оставшихся за это время в живых законоотступников. Оказалось, что это далеко не так. В половине из десятка опрошенных по телефону жилищно-эксплуатационных участков деньги за пломбы берут. И слушая ответы диспетчеров, мы от неожиданности иногда просто впадали в легкий транс. У нас опломбировка счетчиков по четвергам. Вот, значит, согласование акта допуска в эксплуатацию приборов учета стоит у нас 250 рублей. Не понял, а за что деньги-то? За согласование акта допуска в эксплуатацию, чтобы ваши приборы ввести в эксплуатацию. Таня, скажи, сколько у нас? 160 сантехник вызов специалистам. 160 рублей это за вызов сантехника, да? Да. Пломбировка бесплатная производится. А, бесплатно? За вызов специалиста 260 рублей. Нет, нет у меня 260 рублей в следующий раз. Согласитесь, коммунальщики у нас в чем-то сродни с дантистами. Не каждый из них решится поставить пломбу бесплатно. Вот и заговаривают нам зубы всякий раз, придумывая новые предлоги для взимания мзды. Что делать, если всеми правдами и неправдами управляющая компания пытается заставить собственников жилья оплатить бесплатную по закону процедуру? Если я написал заявление официально, что я поставил прибор учета, прошу ввести его в эксплуатацию, все, наступает день, че, они не провели соответствующие вещи, ссылая, что надо заплатить там и так далее. Это является нарушением. И тогда мы уже штрафуем управляющие компании за то, что они нарушили, не ввели соответствующий срок в эксплуатацию приборов. Вот так все просто. Запоминаем. При установке новых приборов учета вы должны письменно подать заявление на ввод их в эксплуатацию. А ваша управляющая компания обязана их в эксплуатацию ввести, при необходимости опломбировать, но в любом случае бесплатно. Такие нормы закона. В частности, действующего с 1 января 2013 года 416 федерального закона о водоснабжении и водоотведении. И руководители управляющих компаний, следующие этим нормам, освобождаются от уплаты штрафов. А те, которые знают закон, но до поры до времени пытаются его обойти, даже если пока не оштрафованы, вынуждены вот таким вот неловким образом оправдываться. Диспетчер предоставил некорректный ответ на вопрос по опломбировке негативных приборов учета. Ему строго указали, сделали им так строгое предупреждение, потому что так получилось, что человека ввели в заблуждение. Управляющая компания МКС Новосибирск, в состав которой входит ЖУ-6, уже не первый год таким образом вводит всех в заблуждение. И об этом свидетельствуют наши архивные кадры 2013 года. Дорогие наши собственники, во всех смыслах дорогого вашего жилья, но не вводитесь вы в заблуждение. И при очередных непонятных коммунальных поборах не спешите расставаться с деньгами. Иногда это получается, как у нашей, теперь уже можем сказать, очень даже везучей героини. Я звонила в мэрии, и там сказали, никаких денег вы не должны платить. Тогда нам диспетчер сказал, на 8 утром к вам придут и пломбы поставят, денег не носите.